Приветствую всех! С вами Юрий Шулиба. Сегодня, 19 декабря 2016 года, мы беседуем с Александром Задорожным, украинским юристом, политиком и ученым, заведующим кафедрой Международного права и института международных отношений Киевского национального университета им. Рашиченко, доктором юридических наук, профессором, членом коэсподетом Академии пророк наук Украины, членом постоянной палаты Третьейского суда Украины, президентом Украинской ассоциации международного права. Сегодня у нас достаточно сложная и непростая тема беседы, она ключевая, связана с российской агрессией против Украины и звучит следующим образом. Правовая оценка российской агрессии против Украины и адекватность реакции на российскую агрессию с позиции права, со стороны международных инстанций, украинских и российских властей. Проблемы, перспективы и способы решения. Александр Викторович, переступим к вопросам. Ваша оценка оккупации аннексии Крыма части территории Донбасса по международному, украинскому и, не знаю, насколько вам известно, российское право, если это известно, именно как раз по уголовному праву. Что вы можете сказать? С точки зрения международного права ситуация очевидна и вполне определенна. Дело в том, что после Второй мировой войны в международном праве сформировался целый корпус норм, который стоит на защите территориальной целостности государств. И несмотря на то, что процесс образования новых государств не остановился, во всем мире эти процессы происходят. Относительно Европы в 1975 году в Хельсинском заключительном акте был очень зафиксирован вопрос нерушимости границ. И этот принцип можно рассматривать и рассматриваться как региональный принцип. И в этом смысле даже те события, которые имели место в бывшей Югославии, то есть распад собственного государства и образования ряда независимых государств на территории бывшего государства, бывшей Югославии, они не повлияли на формирование и содержание этого принципа. В этом смысле все то, что произошло в конце февраля, начале марта 2014 года в Крыму, а позднее, в течение весны, лета 2014 года, в некоторых районах Луганской и Донецкой областей, или так, на востоке Украины, можно рассматривать и рассматриваются с точки зрения международного права как две взаимосвязанные вещи. С одной стороны, аннексия, осуществленная иностранным государством, и доказательства тому подтверждены, я напомню нашим слушателям, что Путин изначально утверждал о том, что это все произошло само по себе, не было там российских военных, но затем в целом ряде официальных интервью, и в том числе он признал непосредственное участие российских военных событий в Крыму, что, собственно говоря, сразу подтвердило правовую квалификацию этих событий как абсолютно международного противоправного деяния. И то же, что начало тогда происходить на востоке Украины, можно рассматривать как продолжение этой агрессии, и продолжение аннексии, и продолжение всех тех действий, которые были начаты Российской Федерацией по отношению к территории Украины. И, собственно говоря, с точки зрения международного права представляет собой не что иное, как агрессивную войну. Напомню, что агрессивная война есть техчайшим международным преступлением. Несмотря на то, что только в этом году вступают в силу статья 8 БИС Международного уголовного суда с, скажем так, конвенционным определением агрессивной войны, агрессии. Содержание агрессии как нормативное, оно зафиксировано еще в 1974 году в резолюции Генеральной Ассамблеи, и по 6 пунктам из 7 все действия России попадают в определение агрессии, то есть под техчайшим международным преступлением. В этой связи возникает, естественно, возникает вопрос об ответственности государства Российской Федерации и об ответственности должностных лиц Российского государства. Напомню, что ответственность государства реализуется на основании нормы международного права в целом и статьи об ответственности государства. С другой стороны, ответственность должностных лиц может приобретать и уголовный характер, о чем свидетельствует практика Международного уголовного суда. Однако, предупреждая и последующие наши вопросы, и все то, что сейчас очень долго у нас, я абсолютно пессимистически отношусь к увеличению уголовного ответственности в должностных лиц государства Российской Федерации, коль скоро речь идет о единственном на сегодняшний день механизме, которое возможно в международном сообществе, это участие государства в Международном уголовном суде. Напомню, что Российская Федерация подписала, а затем отказалась от подписи, ну, судно, и сделала уговорку это в таком же порядке, как и правительство Соединенных Штатов относительно статьи 18-й Венской комиссии права международных договоров. Нам напомню, что 18-я статья предусматривает обязательства государства не уничтожать, то есть не действовать таким образом, чтобы разрушать сам предмет договора с момента подписания до его ратификации. Такая же история происходила с правительством Соединенных Штатов. Коль скоро и Соединенные Штаты, подписав статут Международного уголовного суда, Клинтон это сделал в последний день своей администрации 31 декабря, затем уже отказалась от этой подписи, отозвала подписи и отказалась ратифицировать. Тут есть очень простой и, ну, с одной стороны, простой, с другой стороны, конечно, уже сложный вопрос. Если нормы, содержащиеся в статуте Международного суда, обязательствами или обязанностями эргополность, то есть порождают ли они обязательства и обязанностей для всех, то есть не только для участников, но и для всех государств, которые не есть участниками статута, скорее всего, нет. Я напомню, что и практика нынешняя подтверждает это, и скоро целый ряд африканских государств, испугавшись, так сказать, что вся деятельность Международного уголовного суда направлена исключительно на покорание, так сказать, диктаторов африканских государств, решила выйти, в том числе и из состава Международного уголовного суда, заявили о процессе денонсации этого международного договора, и в этой связи, ну, в очередной раз можно только лишь сожалеть, что и правительство Российской Федерации стало в один ряд с правительствами африканских государств, отказываясь ретифицировать этот важнейший международный договор. Потому говорить о привлечении к ответственности, в уголовной ответственности должностных лиц государства агрессора, скорее всего, не приходится на сегодня. В этом контексте достаточно, ну, скажем, активно обсуждается вопрос возможной юрисдикции. Что это означает? Это означает, что характер Международного права, с одной стороны, с другой стороны, имеющиеся механизмы Международного правового принуждения, они, конечно же, лишены механизма субординации, иерархического подчинения и так далее. В Международном праве нет всемирного полицейского, который был бы взял за шиворот, да, и как бы привлек к ответственности нарушителя. Не хотелось бы говорить тут шалунишку, да, просто вопрос серьезный, гибнут люди, и гибнут люди уже не первый год. И действительно идет кровавая, агрессивная война, на которой гибнут наши и российские солдаты, и российские граждане, и украинские граждане. И потому здесь вопрос очень серьезен, однако в этом и минусы Международного сообщества, Международного сообщества организованным таким образом, что в нем нет мирового полицейского или мирового жандарма. В этом и плюсы, скорее всего, ну, как бы, Международное сообщество государств не должно быть таким образом организовано, иначе оно превратится в некий, там, Пакс Романа, либо Пакс Американо под господством одного государства, что не будет способствовать, конечно же, другим важнейшим, ну, как бы, торжеству других важнейших принципов, прежде всего, принципа суверенитета государства. С этой точки зрения возникает вопрос о возможной юрисдикции. Напомню, что этот вопрос является постоянным предметом дискуссии, или в украинской мировой международного права. Что это означает? Это означает, что Российская Федерация продолжает политику Советского Союза и не признает обязательную юрисдикцию, ну, не только в данном случае уже Международного уголовного суда, но не признает обязательную юрисдикцию Международного суда Организации Отменных Наций. Есть, собственно говоря, только два документа, в которых участниками есть Украина и Российская Федерация, где Российская Федерация признает юрисдикцию Международного суда ООН. Это, ну, собственно, три, и здесь, однако, не Международного суда. То есть первый большой документ – это морская конвенция, восемь на троллогах, и соответствующие юрисдикционные шаги в этом плане правительством Украины сделаны, и, насколько нам известно, движение по направлению к иску к Российской Федерации за блокирование судов и блокаду судов украинских в Крыму уже осуществлено. А два других документа – это конвенции, многосторонние конвенции, в которых имеется подпись Российской Федерации, и которые ратифицированы и Украиной, и Российской Федерацией. Первая конвенция – это конвенция о предотвращении расовых дискриминаций. Коль скоро для России, ну, а тогда еще Советского Союза, было очевидно, что никакой расовой дискриминации в принципе речи быть не может. Вот тогда правительство Советского Союза, а в последующем и правительство Российской Федерации, легко согласилось на юрисдикцию Международного суда ООН. И вторая конвенция – это Международная конвенция о запрете финансирования Международного террориста. И вот только эти два механизма, только эти две конвенции гипотетически, ну, а скорее всего, и не гипотетически, а и практически могли бы послужить форумами для юридических разборов между Украиной и Российской Федерацией. Хотя здесь возникает масса других вопросов. Вы знаете о том, что Международные суда ООН обращаются со спорами, так вот есть ли спор между Украиной и Россией. Ну да, да, да. И для нас вопроса нет, так сказать, и вопрос о спорности статуса Крыма, так сказать, даже не возникает и так далее. Хотя мои коллеги считают, что одним из вопросов или одной из спорных ситуаций, которая могла бы возникнуть, это вопрос о наличии агрессии как таковой. То есть была ли агрессия, и вот по этому поводу обратиться со спором в Международный суд. Я не думаю, что эти дела имеют перспективу, но опять-таки, вот мы потихоньку, как бы, да, и я уже вас перевожу из контекста уголовной ответственности должностных лиц, перевожу контекст ответственности государства. Пусть скоро на сегодняшний день, я еще раз это подчеркну, международно-правовые механизмы наявные и возможные не дают возможности привлечь правительство Российской Федерации и уполномоченных на осуществление действий государства лиц к уголовной ответственности. Другое, очень часто сейчас речь заходит о том, чтобы, может, нечто создать. Ну, мы забываем. И в данном случае речь идет о нечто создать, да, речь идет о создании так называемого гибридного суда. Что за гибридный суд? Почему? Гибридный или трибунал. В данном случае речь идет о создании какого-то такого, ну, квази-международного органа, да, коль скоро очевидно, что Россия в любом случае не согласится на его юрисдикцию, который бы, используя международный авторитет, в том числе судей, в том числе арбитров этого суда, дал оценку тем деяниям, которые осуществлены. В качестве примера или прецедента многие ссылаются на суд по Ливану. Дело в том, что этот суд создавался на основании решения Генеральной Ассамблеи. На сегодняшний день все прецеденты в международном праве, имевшиеся и Международный трибунал по Руландии, и Международный трибунал по бывшей Белгославии создавались решением Совета Безопасности ООО. Говорит, что через три года после гнусного блокирования работы, отказа использования статьи 22 правительства Российской Федерации и представитель господин Мечуркин как-то там изменит свою позицию и будет голосовать за создание, но это просто, по-видимому, не серьезно. И голосование, и позиция Российской Федерации, в том числе по трибуналу по рейсу МН-17, по малазийским линиям, показало, что Россия не собирается выполнять уставы ООН в том смысле, что если непосредственно задействовано государство, то оно не принимает участие в голосовании. Ну, тут объективность ради следует подчеркнуть, что такая ситуация ни разу не возникала в работе Совета Безопасности, и 22-я практически не работала, и поэтому считается, ну, вот так считалось, да, что, ну, скажем, постоянные члены Совета Безопасности есть гарантами мира и так далее. К сожалению, это не так, это свидетельствует о эффективности работы ООН в событиях в СИИ. И вновь, так сказать, они подчеркивают то, что, скажем, эффективность этой организации как гаранта мира и инструмента мира достаточно низка, но вместе с тем, возвращаясь к нашей теме, Россия эффективно блокирует рассмотрение любых вопросов, которые были бы связаны в том числе с реализацией международного права в ответственности. Потому ситуация вот она именно такова, как есть, и, ну, скажем так, тут можно много сомнений в эффективности международного права, вообще в существовании международного права. Это дилентантские рассуждения, которые среди государства это о полном непонимании механизма международного, да или даже не столько о непонимании, сколько о неспособности думать. это, ну, действительно, ведь нет мирового жандарма, как бы это кому-то не хотелось. И в действительности нет межкредсторственного механизма, который бы позволял бы крупнейшую ядерную державу привлечь к ответственности и так далее. В этой связи очень много возникает сложностей и в том числе и по отношению к позиции Украины в реализации международного права и ответственности Российской Федерации. Однако эти все вопросы, они уже, как бы, вот, ну, как бы вторичны, да, коль скоро, если говорить о привлечении к ответственности России, то есть два на сегодняшний день действующих механизма, которые реализуются в полном соответствии с предписанием международного права. И с международными статьями, и со статьями, подготовленной комиссией международного права об ответственности государства 2001 года. Я напомню, что комиссия международного права подготовила два проекта статей 2001 года, 2006, 2001 год. Это проект статей об ответственности государства. 2006 год. Это проект статей об ответственности международных организаций. Так вот, оба проекта так и остались проектами статей. Это не конвенции, Но эти проекты статей предусматривают возможность реализации в том числе ответственности государства, исходя из общих принципов. Главный вопрос, почему международное сообщество привлекает к ответственности Российскую Федерацию? Почему международное сообщество пытается реализовать эту ответственность или пытается заставить Россию нести ответственность? Есть пострадавшее государство, Украина. С следующим зрением, опять-таки, самые сложные проблемы в международном праве составляют предмет большой теоретической дискуссии, но теоретический вопрос решен. Если есть серьезные нарушения международного права, то предвидеть претензию к нарушителю и требовать ответственности у нарушителя могут не только пострадавшие государства, но и другие члены международного сообщества. В этом смысле статьи однозначно дают такую возможность государствам и вот все то, что произошло в 2014 году и совсем недавно в региональном контексте принятия решения Европейским Союзом о продлении санкций, это попытка международного сообщества заставить Российскую Федерацию нести ответственность. Я напомню, что санкции сами по себе это не наказание, это не вид никакого уголовного, не уголовно-правового характера. Санкции всегда применяются в тех случаях, когда государство правонарушитель отказывается нести ответственность. И в этом смысле очень важно посмотреть на перечень, скажем так, решений всех международных организаций, которые практически признали Россию правонарушителем. Вернемся к решению Генеральной Ассамблеи УОН 2014 года, пресловутому и очень важному для Украины, где 100 государств проголосовало за то, что Российская Федерация является нарушителем международного права, признали неправомерной присоединение Крыма к России и призвали Российскую Федерацию к ответственности. Такое же решение было принято Европейским Союзом, такое же решение было принято Советом Европы и Парламентской Ассамблеей, такое же решение было принято Парламентской Ассамблеей ОБСЕ. То есть все организации, в которых принимают участие и Украине, и Российской Федерации, однозначно дали оценку. Последнее из подобных решений, это в том числе решение, ну это предварительное заключение, это даже не заключение, а предварительные выводы прокурора Международного уголовного суда, которые подтверждают позицию и этой международной организации. Тут нужно по-разному относиться к МУС, в очередной раз возвращаясь к тому, насколько обязательны или не обязательны эти решения, насколько они правообязывающие для Российской Федерации, но с точки зрения позиции Украины, вот как бы это еще одна правовая оценка. К чему это может привести? Абсолютно может не привести ни к чему. Потому что для нас очевидно, что эти санкции, это не то чтобы там половинчатые, третичные, четвертичные, да, это вообще ничто. Если проанализировать всю практику, если проанализировать всю практику организации нации по применению централизованных санкций к правонарушителям, в основе всегда этих санкций был запрет экспорта. Сейчас, в том числе, европейские коллеги так сокрушаются, что вот запретный импорт в России разрушает их экономику, это просто смешно. Очевидно и понятно, что не отказавшись покупать в России нефтегаз, практически вся Европа и весь мир продолжают финансировать военную Россию против Украины. В этом смысле отсутствие единства, ну, в очередной раз говорит о, так сказать, европейских двойных-тройных стандартах. Вот буквально позавчера мы сидели с французскими коллегами, да, и вот они там очень нам сильно жаловали, что ну вообще невозможно же, ну вот как тут вообще Украина должна обеспечивать транзит российского газа, потому что с экономической точки зрения, подождите, господа, при чем здесь экономика? Давайте мы поставим точки на то, с точки зрения европейских ценностей и вообще вашего подхода, да? Вы признаете Российскую Федерацию правонарушителем? Да. Вы признаете Российскую Федерацию и ее руководством, так сказать, нарушителями основных норм международного права и основных принципов международного права? Да. А так вы торгуете с убийцами, вы покупаете в них нефть и газ, финансируя убийство украинских мирных граждан и нарушение прав человека, о чем говорят ваши же международные межправительственные организации. Ну это сложный вопрос, вот такой сложный вопрос, он постоянно повисает и конечно тут можно много критиковать Европу и так далее. Понятно, что все это сложно, понятно, что сложно это потому, что Российская Федерация работает очень активно, Газпром работает очень активно, и внешняя политика России как была Газпромовская, так и остается. Потому в этом смысле миф, создаваемый в Европе, что якобы без российской нефти и газа вся Европа замерзнет, так сказать, он еще больше за последние три года, так сказать. И это ни к чему хорошему по отношению, скажем, к реализации санкций и ответственности Российской Федерации не приводит. В этом смысле говорить о том, что Российская Федерация может быть принуждена к реализации международного права ответственности, я в это уже не верю. Я думаю, что все будет так, как в случае с Грузией. Вот международное сообщество, да, очень долго пыталось, так сказать, как бы там к чему-то принудить Российскую Федерацию, потом оказалось, что Российскую Федерацию не так просто принудить квалифицированные дипломаты, и тупоголовая оппозиция России привела к тому, что сделали, ну, как бы вывод другому, что проще, наверное, принудить Грузию. Вот как бы так не произошло и с нами здесь. Ну, вот, Александр Викторович, странно слышать, как вот государство жертву, которое пострадало... Да, я говорю об этом, потому что... И все, оно так и происходит. Во-первых, в Украине навязали Минские соглашения, причем навязали абсолютно бестолково и глупо, да, которое теперь требует соблюдения Минских соглашений, не обращая внимания на то, что в этих же Минских соглашениях, которые рука не поднимается, или язык не поворачивается, надо назвать договором, да. Есть целый ряд позиций, которые, скорее всего, должны реализовать Российская Федерация. Российская Федерация вообще не признает себя участником военного конфликта, но постоянно подставляются болванчики, да, которые, так сказать, сами не несут ответственности за свои действия, так сказать, как говорили здесь. Но даже самый простой пункт, да, вот пункт 6, об обмене заложниками, который может быть реализован, да, и об обмене, вот он не реализовывается, потому что Российская Федерация пытается использовать это с точки зрения политического давления на Украину. И с этой точки зрения мы видим молчаливое согласие, в том числе и Германии, и Франции, которые не высказываются по этому поводу, он молча наблюдает, как Россия издевается над... родственниками военнопленных, да, и пытается из этого выложить какие-то политические дивиденды, выторговать там, я уже не знаю, какие-то особые статусы и так далее. Да, давайте четко поставим вопрос. Люди, находящиеся в плену с обеих сторон, они здесь при чем? И это не простой плен, да, и как показывает опыт освобождения предыдущих, так сказать, как бы, за это тоже будут нести ответственность, и даст Бог когда-нибудь. Мы до этого доживем. Я на это очень надеюсь, что те, кто совершали военные преступления и преступления против человечности, они будут нести ответственность. В гибридном суде, в международном уголовном суде, но каким-то образом международное сообщество этот вопрос решит. Хотя, конечно, это тоже, как бы так, пожелание не с точки зрения позитивного юриста, да, или юриста-позитивиста, а так, как бы, общая справедливость. Александр Ильич, а вот буквально пару слов расскажите, пожалуйста, о природе вот так называемых минских соглашений, потому что, на самом деле, непонятно. Российская Федерация Агрессор уже все об этом признают, даже президент Украины. И тут вдруг с террористами, сепаратистами или коллаборационистами, это, полагаю, не тройственная природа. То есть они и сепаратисты, и коллаборационисты, раз на стороне оккупантов возникает и так далее, заключают с ними какие-то соглашения, которые, ну вот, например, на мой взгляд, и многих вот тоже моих коллег, они вообще юридически ничтожны. То есть, как вот понимать вообще эти минские соглашения, которые не укладываются просто вот реально в правовую конструкцию? Они действительно не укладываются в правовую конструкцию. И первое, главное, то, что они заключены под воздействием силы и по отношению, так сказать, и венской, если применить ко всему этому, да, венскую конвенцию правил метра. Ну, договор в 69-го года, то не соответствует ни одному из принципов. Во-первых, это жесткое вмешательство во внутренние дела Украины. Во-вторых, это шантаж представителей государства. Я напомню, что Минска-Дима был подписан в самых тяжелых условиях тогда. Да, после позорного Илова-Искова прошло наступление и вопрос стоял вообще-то о существовании государства Украины, по крайней мере, значительной его части. Потому, с этой точки зрения ни одного украинского юриста, я потому и говорю, что мы говорим о них как минские договоры, да, мы говорим о них как минские соглашения и соответствующе переводя это на английский. Это не agreements, это arrangements. Ну, все было бы, опять-таки, хорошо, если бы не позиция Запада, которую нам через Совет Безопасности навязывают и не требуют их исполнения. А опять-таки, возвращаясь и к позициям сторон, и к участию, тут очень сложно говорить о том, что, ну, скажем так, анализировать юридическую природу ничтожного документа не стоит, а вот можно было бы, там, практические последствия, да, практические последствия, да, такого, такой политической договоренности, да, они тоже должны анализироваться, ну, тогда очень важна роль арбитра, да, вот арбитр, и кто выступает в качестве арбитра. Как показал опыт, арбитража вот такого, да, со стороны Германии и Франции, ну, это просто нонсенс, и Минские соглашения реализовать невозможно не только потому, что они не соответствуют, так сказать, действительному состоянию дел, да, они практически отвлекают от непосредственного участника событий, но и потому, что они очень размыто сформулированы, да, вот там, так сказать, можно много прочитать, и, как бы, есть там позиция, вот, украинское прочтение, да, вот Россия там требует все, в период и сразу, но в этом смысле роллера арбитра очень высока, а мы потом и говорим о необходимости изменения Минского формата, потому что, скорее всего, возврат лишь к Будапештскому формату позволит призвать опрессора к порядку, да, и нести ответ. Александр Ильич, но, тем не менее, вот, насколько мне известно, Соединенные Штаты Америки не ратифицировали по каким-то причинам подписанной с Украины в Будапештске меморандуме. Ну, меморандуме не должен был быть ратифицироваться, я напомню, Юрий, здесь есть очень важная вещь. Понимаете, анализ самого меморандума как такового, как текста, да, и изолированный, и лишь в рамках тех событий, которые произошли в декабре, а напомню, что в декабре к меморандуму присоединилась и Франция, и Китай, потому участниками меморандума они это сделали на основании односторонних заявлений. Так вот, участниками меморандума есть не только государства-подписанты, в данном случае Соединенные Штаты, Россия и Франция, Великобритания, но и Китай, то есть пять ядерных государств. Меморандум следует рассматривать как документ, вызвавший к действию целый ряд односторонних правообязывающих действий государства. Потому что все то, что было сделано в том числе правительством Украины, правительством Соединенных Штатов, правительством Великобритании, Франции и Китая после подписания, как одностороннее действие свидетельствует о том, что стороны рассматривали этот документ как обязательный, правообязывающий. И я напомню, что реализация его шла очень долго, только в 2001 году последняя ракета была демонтирована на территории Российской Федерации, Соединенные Штаты осуществляли финансирование. Россия принимала ракеты, демонтировала и так далее. Потому что здесь говорить, ну это просто как бы несерьезно. И нам под такая позиция Россия, она понятна, она понятна как отрицание любых обязательств, но как серьезное отношение к международному праву и к международному праву обязательствам не удерживает никакой критики. Есть достаточно много по этому поводу рассуждений и целая тома уже написаны. Все сводится к тому, что вот что в 1994 году имели в виду и правительство Соединенных Штатов под так называемым термином «заверение я». Напомню, что это эквивалент английского «assurance». Соединенных Штатов годовала не гарантии, а заверения. Так вот разница между гарантиями и заверениями требует юридического анализа. С точки зрения юридического анализа заверения адекватны тем же гарантиям с точки зрения их последствий. Потому что здесь, так сказать, можно очень долго анализировать, в том числе сам текст. Но я еще раз подчеркну, что сам текст плюс односторонние действия государственные представляют собой односторонние действия после описания меморандума представляют собой комплекс международных правовых обязательств. Обязательный. И именно в этом смысле разврат от минского формата к буддапештскому формату есть перспективы. Почему? Ну потому что очень просто. Вот есть международный правовой документ, который прямо содержит целый ряд норм, обеспечивающих, гарантирующих, заверяющих, выберите любое слово, Украину в том, что ее границы сохранятся в таком варианте, какой был на момент в 1994 году. Мы вдруг отставляем этот документ и начинаем искать какие-то другие поводы, форматы. Давайте еще там правительство, я не знаю, Ботсваны, Центрально-Африканские республики привлечены. Есть много желающих попринимать участие в диалоге. Ведь главная эта проблема состоит в одном. Призвать к ответственности и к реализации ЛДЗакрест Российской Федерации. Давайте скажем в двух раз, кто способен это сделать. На сегодняшний день это правительство Соединенных Штатов. Поэтому не участие в правительстве Соединенных Штатов по любым причинам в этих переговорах, оно, скажем, мало того, что делает эфемерным все процессы, мы здесь уже с точки зрения юриспруденции, сползаем в какую-то геополитику, но вместе с тем для нас для всех очевидно, что адекватным, ну скажем, не хотелось бы использовать слово партнер, да, но контрагент, который бы мог потребовать и может потребовать каких-то действий от Российской Федерации, есть только в Соединенных Штатах. В этом смысле, конечно же, мы с большим вниманием относимся к анализу того, что Соединенные Штаты будут делать после избрания Трампа. И в этом смысле очень многие вещи ставятся под сомнение и под вопрос. И в этом смысле как раз переход от так называемого Минского или Нормандского формата к Будапештскому формату тоже серьезный вопрос. Напомню, что и во Франции в 2017 году будут происходить выборы, и там тоже вопрос изменения определенного позиции правительства Франции, он имеет место быть, однако скорее всего реализация всей этой ситуации вокруг ответственности Российской Федерации, она возможна в результате серьезных геополитических и стратегических решений целого ряда партнеров Украины. Сама Украина не способна будет реализовать. Хорошо, Александр Григорьевич, вот такой вопрос, как бы с учетом той международной ситуации, которая сейчас сложилась в Украине. Почему Украина не может адекватно действовать? То есть, что подразумевается под понятием адекватное действие? С учетом того, что Российская Федерация совершила военное нападение на Украину, оккупировала часть ее суверенных земель, ей принадлежащих. Украина не может разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией и какую-то часть экономических отношений, ввести на временно оккупированную территорию военное положение, ну хотя бы, чтобы себя подсорковать как руководство, да, и назвать вещи своими именами. И вот вернуться, как вы действительно обоснованно сказали, к Будапештскому меморандуму, чтобы Соединенные Штаты Америки в данной ситуации как бы, ну, обеспечивали последническую функцию, да, вот между, значит, стороной агрессора Российской Федерации и стороной жертвы Украины. Вот почему Украина не может вот этого добиться, то есть, вот именно на международном уровне сделать так, чтобы все называлось военно-мешим? На самом деле, тут как бы две составляющие. Конечно, Украина в определенном смысле и не дорабатывает и в этом, по-видимому, сложности, ну, скажем так, в правящей элите в целом в Украине, вот, которая, значительная часть которой не желает и прекращения военных действий, и ведет бизнес в условиях войны, и практически является в значительной части пятой колонны Российской Федерации. С другой стороны, есть моменты, связанные с внешними оценками и с внешним влиянием на Украину. Я, в этом смысле, просто, ну, знаете, тут уже, как бы, ну, важно, как бы, оставаться все-таки в сфере юспруденции, да, не политологии. Да, вот мы как раз и хотим, чтобы это было юридически все правильно формировано, чтобы Украина правильно, ну, квалифицировала... Ну, в этом смысле, мы можем сказать, что, ну, целый ряд действий правительства Украины и должностных, и ответственных лиц, они не соответствовали в том числе адекватным юридическим оценкам. Возьмем ту же проблему, там, военного положения, да, там, не несколько законов Украины, в том числе закон Украины о национальном уровне 93-го года предусматривает объявление военного положения, а затем в результате военного положения проведение мобилизации. Вот. Ну, а какой мобилизации может идти речь, если у нас АТО, да, и вот эта вот сложная, юридически запутанная ситуация, она действительно порождает целый ряд сложностей. Насколько мне известно, да, там, ну, вот, осознание в руководстве Украины этой сложной, как бы, и юридической ситуации, сложных ее последствий происходит, и есть какие-то попытки исправить это. Ну, насколько они адекватные, четыре раза уже у нас Верховная Рада говорила, да, о том, ну, то есть, в нормативных актах говорить, она всегда говорить очень можно много, да, и назвала вещи своими именами, то есть агрессивную войну, агрессивную войну, и определяла задачи правительства в том числе о прекращении дипломатических отношений и так далее. Правительство соответствующим образом этого не делает. Ну, здесь надо как-то уже будет разбираться. На мой взгляд, всего того, что сделано, да, вот, как бы, даже с точки зрения позиций нормотворчества, законов Украины и принятых постановлений Верховной Рады уже достаточно. Вот почему дальше, как бы, исполнительная власть идет, ну, несложно ответить на этот вопрос. Александр Ильич, и такой вопрос тоже не менее актуальный. Почему депутаты Верховной Рады Украины не хотят ратифицировать римский статут международного уголовного суда? Что помешает? Ну, у вас ситуация не в том. Я не думаю, что народным депутатам это помешает. Это просто должен президент его внести. Ну, президент или правительство, любой субъект законодательной инициативы, нет? Да, в случае президента, более скоро президент его подписывает. Президент Кучма подписал этот документ. И президент от имени Украины, напомню, что в соответствии с Конституцией Украины и законами о международных договорах, от имени Украины документы подписывает только президент Украины. Поэтому в этом смысле подписант должен внести этот документ. Я не думаю, что проблема так называемого, в том числе решения Конституционного суда, есть на сегодняшний день проблема. 2001 год, тогда решение Конституционного суда о том, что ратификация без соответствующего внесения на Конституцию невозможна, на сегодня является формальным препятствием. То есть нужно, что скоро в соответствии с Законом Украины о Конституционном правосуде, о Конституционном суде, решение Конституционного суда не отменяется и не изменяется, то нужно сначала внести изменения в Конституцию. Они небольшие, я в свое время и сам вносил, в том числе в Конституцию, в проект Закона о внесении изменений в Конституцию, тогда была 155-я статья, положение о необходимости ратификации и признании комплементарной юрисдикции международного головоносла. Но в общем, формально на сегодняшний день нужно сначала внести изменения в Конституцию и вносить за тем законопроект, который бы позволил бы ратифицировать. Так или иначе, это должен сделать президент. Александр Ильич, тем более, я хочу вас дополнить в соглашении с Евросоюзом о свободной торговле, за что стоял Евромайдан, там тоже есть, по-моему, пункты 8 и 24, о том, что Украина обязана этот украинский статут. Я думаю, так или иначе, мы это сделаем. Мы это сделаем уже несмотря на позицию Соединенных Штатов. Напомню, что Соединенные Штаты тоже так не ратифицируют и в свое время, в 2001 году. Тогда изменение позиции Украины как раз было связано с позицией Соединенных Штатов. Мне тут надо чего-то выдумывать. Тогда геостратегические альянсы откладывались таким образом, что Украина вынуждена была пойти на поводу Соединенных Штатов. Потом сам правительство Соединенных Штатов соглашалось, так сказать, и нам много рассказывали о том, что следующая администрация все сделает, но почему-то она не делает. И правительство Соединенных Штатов статут международного уголовного ста не ратифицирует. Ну, это понятно, но я думаю, что он уже понимает, что на территории Соединенных Штатов Америки сейчас нет российских солдат, а Украины не оккупировали. Вот, Александр Ильич, и такой вот еще тоже вопросик. Вот в 1942 году Советский Союз, еще не зная, какой будет исход Второй мировой войны, уже создал комиссию по оценке ущерба со стороны немецкой агрессии. А вот что, например, в Украине мешает, ну, хотя бы создать, вот как, например, сделала Россия, вот если вы следите за новостями, открыли специальное, значит, при Следственном комитете России управления по расследованию военных преступлений, это было, кстати, открыто еще в 2014 году, после того, когда Россия совершила нападение на Украину, но они там занимаются, вот на мой взгляд, просто чисто фабрикацией уголовных дел против украинских военных, украинского руководства и так далее. А что вот Украине мешает на базе службы безопасности Украины создать такое же отдельное управление, там со штатной численностью, порядка там тысячи следователей, чтобы они также, ну, специализировались на расследовании военных преступлений и преступлений и агрессии. Вот Российская Федерация против Украины опрашивали потерпевших. И причем же, посмотрите, тут же на самом деле целая взаимосвязь прослеживается. Много людей сейчас, те, кто приехали с оккупированных Крым и оккупированных Донбасса, поддают, ну, пользуясь как бы юридическими прецедентами к Российской Федерации жалобы в Европейский суд по правам человека в качестве суда первой инстанции. И таким образом, как бы, АТО, да, но нет военного положения, о чем мы с вами говорили. Следователями местными они не признаны как бы потерпевшие и так далее. То есть, фактически, гражданин берет для себя время доказаний и в Европейском суде доказывает, что вот была агрессия, а государство тому не полагает. Вот почему как бы нет вот этих вот таких действенных правовых механизмов, которые бы как бы и государство, и граждане вместе друг другу будут тем более. Мы в своем вопросе дали ответ на, дали ответ. У нас нет государственной политики четкой, определенной по отношению к, в том числе, реализации ответственности Российской Федерации. По целому ряду направлений. Я могу к милищным добавить еще целый ряд. Это и общественно-государственная палата по сбору доказательств. У нас огромное количество общественных организаций, которые сейчас прямо заявляют, что они собирают доказательства. И, как оказывается, это не дело государства. У нас до сих пор не сняли мнения в уголовный кодекс, в соответствии со статутами Международного уголовного суда, хотя это нужно было сделать давно, и в очередной раз волонтеры, а не президенты, а не правительства, как бы серьезно вносят законопроект с тем, чтобы поставить точку на этой, ну, в общем, просто анекдной такой какой-то истории. Ну, я имею в виду соединениями в уголовном кодексе. У нас до сих пор не разработаны инструкции нашим следователям и исследователям СБУ. Ну, то есть, к сожалению, мы запаздываем, мы запаздываем серьезно. Не знаю, кого в этом винить, я не хочу политиканству отдаваться. К сожалению, целый ряд юридических действий, которые можно было сделать, можно было бы и нужно было сделать, они не делаются. Ну, видимо, в этот путь судьба Украины. К сожалению, мы... Понимаете, вот можно смеяться, да, по поводу фальсификации уголовных дел и судебных дел в Российской Федерации. То есть, я на них смотрю очень серьезно. Это как юридический тренинг. Вот Россия есть силы, да, это большое государство для того, чтобы отрабатывать юридическую, ну, как бы, составляющую, да, или, как бы, юридические аргументы и так далее. Ну, почему нам нужно искать волонтера, который сейчас подаст иск, да, о привлечении уголовной ответственности условно в соответствии с украинскими законами нормы международного права Путина? Почему об этом не думает какой-то государственный орган, не делает какие-то серьезные вещи с тем, чтобы, ну, как бы, хотя бы предотвратить это? У нас даже Верховный суд не нужно провести плену, не дать разъяснение. У нас, ну, мы вот с вами не на одном круглом столе присутствовали, да, там, периодически слышим, что какой-то там суд в Хацапетовке, ну, извините, да, там, я очень люблю, так сказать, украинские наши эти эвфемизмы, да, ну, в общем, где-то какой-то районный суд вдруг признал Россию агрессором, а потом узнаем, что какой-то районный суд отказал признание России агрессором. Может быть, и Верховному суду пора поставить точку на «ды» в этом смысле, да, и унифицировать практику, что он должен делать в соответствии с законами и с Конституцией. Ну, по-видимому, наша элита и наше руководство не готовы к определению этой позиции. Вот, ваш прогноз. Будет ли Путин и должностные лица Российской Федерации, те, которые прямо или просто на участие российской агрессии, привлечены международным уголовным судом к международной уголовной ответственности? Вот, ваш прогноз. Я думаю, что, ну, здесь, как бы, не хотелось бы выступать. Кассандры, да, на сегодняшний день юридических оснований достаточно мало, но есть, и прежде всего, это не участие России в статуте международного уголовного суда. Я думаю, что во многом это будет зависеть, не просто, знаете, от какого-то прогноза или нашей веры, да, это будет зависеть от позиции международного сообщества и соблюдения ценностей. Если все-таки международное сообщество, несмотря на все сложности, все сложности в Европе, все сложности в мире, и придет к выводу о том, что нарушения международного права должны влечь ответственность и наказание, и страшный прецедент, да, такой, как бы, когда это все сходит с рук, не должен разрушать международный правопорядок, то Путин будет отвечать. Я напомню, даты могут быть очень разнесены, к сожалению. 94-95 год, преступления в Среднице. 96-й год Милошевич сидит в Дритане вместе со всеми задними столами. 2001-й год Милошевич в ГААДе, в Международном уголовном суде. Потому что здесь прошло 7 лет с момента совершения преступных деяний до привлечения, но международная права и международные механизмы, хотя и не работают сами по себе, а всегда имеют в основе геополитические, политические, стратегические соображения. Но этих механизмов достаточны, чтобы привлечь к ответственности нарушительной международной страны. Хорошо, Александр Дмитриевич, большое вам спасибо за то, что приняли участие в сегодняшней нашей беседе. С вами был Оригинал ТВ, подписывайтесь на Оригинал ТВ, смотрите Оригинал ТВ. Самые оригинальные новости и оригинальные информации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok